Программа представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику 211 50 30. В эфире «Бьюти Тайм». Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Выступление поэтессы Юлии Соломоновой в рамках проекта «Литературный квартирник» прошло с аншлагом. Еще за неделю билеты были все раскоплены, а организаторы подготовили гостей необычный прием. В толпе поклонников поэзии была и съемочная группа «Бьюти Тайм». Вот уже второй визит. Самый читаемый поэтессы Рунета Юлии Соломоновой вызывает ажиотаж у зрителей до такой степени, что билеты раскупаются в один момент. Концерты Юлии – большая редкость, поэтому встреча с ней долгожданна. В этом году ее принимают не только тепло, но и эмоционально, и креативно. У нас такой некий флешмоб Соломоновой в ее поддержку. Мы ее очень любим, ценим, уважаем. И своим внешним видом это, в общем-то, подчеркиваем. Я в черном платье с красной помадой, с красным шарфом и с красным перчиком. То есть вот я пришла и так почитала это приглашение на данный вечер, что обязательно что-то должно быть красное на мне. Вышел один ты, а все равно чувствую рядом бабы. Бабы. Господи, бабы. Одни бабы приглашают меня в Челябинск. Спасибо вам, бабоньки, эти цветочки для вас. Но я чувствую, что вы под меня косите. У людей, незнакомых близко с творчеством Юлии Соломоновой, она ассоциируется с саркастической женской тематикой. Поклонники же знают, что круг ее лирических героев достаточно широк. Ее стихи, они очень тонкие и женские. Да, они саркастичные. Да, они лиричные. То есть каждый для себя найдет то, что ему именно в это настроение попадает. Сегодня я такая, я прочитала стих, опа, оно мне попало. У нее каждый стих такой. Он найдет отклик в любой какой-то определенный день каждой женщины. То есть мы все это переживаем. Поэтому я ее считаю очень, как бы, близкой к женщине. Но в то же время, если ты мужчина и хочешь хоть немножечко понять нашу душу, да, женскую, загадочную, то, пожалуйста, стихи Соломонова тебе в помощь. Читал некоторые стихи, мне девушка рассказывала. Ну, мне очень нравится. Посыл очень разный, в том плане, что под каждое настроение может подойти. Абсолютно никакого стиля я не придерживаюсь. Я просто пишу о том, что меня волнует. И я очень много подражаю. Все, что мне нравится у других авторов, у современных авторов или у классических, я подражаю. Мне что-то поразило. Это энергия во мне. И мне хочется тоже свое произведение на эту тему написать. У меня есть, например, произведение «Собака Динго» называется. Ну, это такое стихотворение от лица мальчика, вот, влюбленного. И я прочитала молодых поэтов, и там было столько вот энергии первой любви, и я уже эту энергию... Нет во мне ее. Но она меня так наполнила, что я написала это стихотворение, а мой муж прочитал и сказал, будет трогательней, если это будет читать не мальчик, а отец своей дочери. И я такая точно, действительно. И вот у меня теперь есть идея, я хочу снять артиста, чтобы он прочитал это стихотворение именно отец дочери. Там так трогательно. Не плачь, подойди, прислонись щекой, встань туфлями на ботинке. Сейчас я уйду, но вернусь щенком, дикой собаке Динго. Современные поэты сегодня в качестве площадки для творчества все чаще выбирают интернет. Но к своей популярности в сети Юлия Соломонова относится с долей скромности и юмора. Местами черного. Ну, если верить цифрам, то да. У меня, наверное, из современных поэтов, кто именно занимается поэзией, у меня больше всего подписчиков в сети. Ну, понять, войдешь ты в школьную программу или нет, можно только после смерти. Ее творчество — это история о любви в эпоху потребления. В ее стихах каждый может найти свою Соломонову и те чувства, что он когда-то пережил. Сейчас общее количество ее подписчиков в социальных сетях более миллиона. Но после этого вечера их станет еще больше. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Современная мода движется в направлении индивидуальности. А значит, актуальным будет все то, что идет именно вам и то, что способно выделять вас из толпы. В данном направлении работают многие дизайнеры, а их идеи с удовольствием поддерживают стилисты. Сейчас такая мода, что уместно вообще все. Вообще все разрешено, вообще все можно. И вот в этом страшном, наверное, для кого-то многообразии очень важно, опять же, вот тонко чувствовать, что твое, а что нет. Не так, что это разрешено, значит, я ношу, а это вообще мое или не мое. И если это ваше, конечно, нужно просто использовать это на полную катушку. Неправильно было бы, наверное, слепо полагаться на какие-то рекомендации, тенденции. Мне кажется, в первую очередь нужно отталкиваться от себя, от своих ценностей жизненных, от своих каких-то предпочтений, настроений, ну и, естественно, реального взгляда на себя. По мнению экспертов, в современной моде стираются границы между стилями, сезонностью, а также размерным рядом. Отсюда популярность одежды оверсайз. В данном случае этот свободный стиль представлен в сочетании различных фактур. А как же без фактуры? Фактура – это такой инструмент, наверное, с помощью которого мы можем какие-то особенности своей фигуры продемонстрировать, подчеркнуть, а какие-то, какие мы не хотим, мы можем и спрятать. То есть это отличный инструмент, главное – пользоваться им с умом, чтобы не было этого слишком много или слишком мало. То есть это нужно использовать. Ну а как? Наверное, надо повышать насмотренность свою какую-то, наблюдать за иконами стиля, да, слушать советы стилистов. Привычные консервативные предметы одежды не вызывают у окружающих ярких эмоций. На смену им приходят герзкий, провокационный, бросающий вызов коллекции. Дизайнерские решения на каждый день и для особых случаев. В салоне одежды «Макси-мода». Большие размеры для больших ценителей красоты. «Макси-мода» Пушкина, 60. Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, администрация города Челябинска и клуб «Светлана» приглашают на 14-й танцевальный фитнес-форум. 28-29 октября. Лучшие презентеры России и Европы представят на двух площадках популярное танцевальное направление. Подробности на сайте. «Светлана74.ру». «Танцуй со звездами». Студия красоты «Гуфа». Подготовим к работе и празднику за один час. «Гуфа». Работаем для вас достойно и доступно. Телефон 266-400. Проект «Танцуй в компании» с участием топовых сотрудников известных челябинских фирм выходит на финишную прямую. «Гала-концерт» состоится на следующей неделе, и пока еще есть время отточить свое мастерство. За процессом наблюдает наша съемочная группа. До финала проекта «Танцуй в компании» с участием менеджеров известных челябинских фирм остается меньше недели. За время подготовки вовлеченными в процесс оказались не только педагоги и участники, но и их не танцующие коллеги. «Есть такой момент, когда наши коллеги уже увидели наши тренировки, мы показали короткие видеозаписи. Они как бы пожалели, что они не поддержали нас и не пришли с нами заниматься. На самом деле это очень здорово. Вместе это проходит в прекрасную атмосферу, с отличным хореографом. Мы очень рады, что мы пошли в этот проект». «Практически каждый раз в репетиции коллектив спрашивает, когда вообще, куда идти, где болеть. Конечно, да, конечно, люди болеют, конечно, хотят. У нас участвует коллектив в визитке. Часть коллектива там присоединена. Мы все-таки с самым визитом. Одними репетициями дело не ограничивается. Процесс подготовки к финалу продолжается и за рамками класса. «Он выкраивает в последние минутки. Быстрее, быстрее. Те же дома повторяем уже. Просто учим. Мы в шоке. И очень ощущается. И начинается даже легкое волнение». «Еще в середине пути участники были решительно настроены на победу. Но ближе к финалу настроение иногда меняется». Ну, мы больше, наверное, по девизу «важна не победа, важна участие». Ну, конечно, бы хотелось выиграть. Но здесь, наверное, все-таки больше эмоциональная составляющая участия. Ну, всегда мы считаем, что мы лучшие. Я думаю, что конкуренция будет здоровая, живая. Поэтому достаточно интересное мероприятие будет. Я, конечно, хочу выиграть, но я не знаю, с кем мы бы соревнуемся. Поэтому у меня нет прогноза по этому поводу. Мне главное – поучаствовать. Главное – выступить классно. Мне кажется, мы совершенно не готовы к никакому финалу. Мы, наверное, будем заниматься дальше, потому что нам очень понравилось. Вот. Ну, финал – это просто эпизод среди многих других последующих. Я так думаю. Проект закончится большим танцевальным батлом. 31 октября в отеле «Малахит» организаторы также обещают удивить гостей и профессиональными танцевальными номерами. Это «Блюти Тайм». Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Холодная погода вызывает желание облачиться в уютные и теплые фактуры, обладают которые не только трикотаж, но и замша. В этом сезоне дизайнеры предлагают немало идей с использованием этого мягкого визуально и тактильно материала. Привлечет внимание и особо эффектно подаст замшу перфорация, особенно в сочетании с денимом или хлопком. Тренд на про-американский стиль актуализировал бахрому. Ее можно встретить не только на сумках или косухах, но и в виде кашне. Такой аксессуар не только согреет, но и прибавит стильности обычному свитшоту или футболке. Брюки из замши не самый практичный вариант. Лучше отдать предпочтение вставкам из этого материала. Тем более комбинированные фактуры в леггинсах и джинсах работают на стройность. Найдется место замши и вечерней моде. В сочетании с драматическими элементами мягкая фактура выглядит особенно оригинально и свежо. Мода и комфорт совсем не антонимы. Для стильной зимы главное найти подходящие материалы и оригинальные идеи с их участием. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Триенберг Супер Сиркет Триенберг Супер Сиркет Международный эталон совершенной фотографии. Победить в этом конкурсе все равно, что для режиссера получить Оскар. Ежегодно на протяжении 20 лет сотни тысяч снимков со всего мира от фотографов-любителей, мастеров и профессионалов попадают на Триенберг Супер Сиркет. В этом году в числе золотых призеров конкурса оказалась группа фотографов из Челябинска. Я участвовал с начала 2000-х годов. В принципе, у меня есть своя имя для награда. Но когда я стал руководителем Народной фотостудии в 2013 году, 5 лет назад, я решил внести такую практику, чтобы не только лично участвовать в конкурсах, а создавать коллекции клубные и отправлять их на международные конкурсы, чтобы пока не свое творчество продвигать, а творчество этого коллектива, которым я руковожу. И вот начиная с 2013 года, в принципе, в этом году у нас была уже четвертая золотая медаль за нашу клубную коллекцию. Приятно побывать на таком мероприятии. Тем более, ребята из команды доверили в этом году представлять Челябинск мне на этом мероприятии. Ну, конечно, было очень приятно и испытывал гордость и за себя, и за команду в целом. Особенно, когда на экранах писали «Каменный пояс России» и прочее. То есть, конечно, мы это все фотографировали и все это мы сохранили для истории. Цель конкурса – выявление лучших фотографий в разных стилях, техниках и жанрах. Снимки оцениваются в 32 номинациях. В шорт-лист может попасть как случайный кадр, так и подготовленная в деталях выверенная постановочная фотография. Я отправлял несколько работ, три из которых вошли в коллекцию клубную. Это были разные работы. Одна из них называется «Индиго». На ней сфотографирована моя дочь. Это был эксперимент со светом. Она сделана вообще в моей квартире у меня дома. Вторая работа – это первый майский. Шел по городу, увидел растущий тюльпан на пломбе. Пришел, когда стемнело, принес с собой вспышки камеру, выставил свет, лег на газон и лежал, снимал. Вот мимо люди шли, пацаны шутили. «Мужик, давай почте отморозишь». И третья работа – это была заявленная тема Краевическим музеям Средневековья. При этом обязательным условием было наличие в кадре Краевического музея. Он называется «Альвийские воины принцессы». В наши дни, когда известным модным фотографом легко может стать молодой самоучка, профессионализм по-прежнему ценится высоко. А значит, базовые знания фотомастерства никогда не будут лишними. «Совет учиться – не надеяться на кнопку «автомат» в фотокамере. Изучить композицию, экспозицию, материальную часть, смотреть работы известных художников. То есть без образования, без учебы хорошие фотографии сделать невозможно. В следующем году клуб «Каменный пояс» будет отмечать свое 35-летие. И в планах его руководителей удвоить юбилей. Получив золотую викторию в Триеренберг Суперсеркет в пятый раз. Детский благотворительный фонд «Андрюша» представляет «Голос без границ». Концерт Игоря Монаширова. От классики до джаза. 24 ноября. Концертный зал имени Прокофьева. Заказ билетов 235-75-55. Для тех, кто ценит красоту и время, Клиника эстетической медицины «Максима Клиник» представляет Уникальные аппаратные технологии за один час. Красота и здоровье с максимальным комфортом. Консультация в подарок плюс приятный сюрприз. Телефон для записи 200 ровно 33-95. Еще больше сюжетов о красивой жизни, новости и анонсы модных событий. Все это на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. А на этом выпуск завершен. До встречи. Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику. 211 50 30. Стилисты проекта. Модный дом «Я». Имидж-студия Елены Ивановой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова